Здарова всем, с вами Репертрейдер, начиная торговля. И сегодня я хочу сделать три сделки. Открываем. Сделаем три сделки по 20 долларов. Сегодня будем торговать по тренду. Видите, идет у нас тренд. Ничего придумывать не нужно. И заходим по тренду. Так, сыграла у нас первая. Ждем откат, ждем откат. И вот здесь вот заходим опять на понижение. Давайте еще подождем откат. Все, больше ставить не будем, ждем. Словили откат, опять идем по тренду. Позже я объясню, почему я так зашел по тренду. Когда видим определенную ситуацию, заходим и торгуем себе по тренду. Отлично, третий заходит. Подождем еще маленький откат и опять поставим на понижение. Давайте, давайте, вот здесь. Нужно подождать тень. Подождем тень и опять заходим на понижение. Не успел немного. Вот здесь. И вот здесь еще. Давай, 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 заходи. Ты должна зайти. Видите, не повезло немного. Все нормально идет. Ладно, еще раз заходим. Так, все, хватит. Отлично, зашли. Так, все, это нужно заканчивать, потому что обещал, вот три раза зайду, три раза сделаю, опять уже заигрываюсь. Вот это закрывается в плюс, все. Заканчиваю торговлю. Она по-любому закроется в плюс. Ого, да что ж ты так гонишь? Давай, давай, давай. Так, давайте посмотрим, что у нас творится на зонном графике. Отлично, зашла. Ага. Итак, смотрите, народ. Все, на сегодня заканчиваем торговлю. Все отлично у нас. Итак, смотрите. Свеча, свеча. 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 Смотрите, что произошло. Как я, почему я сегодня торговал чисто на понижение. Вот, давайте, давайте я сейчас карандаш достану, все вам покажу. Произошел у нас вот резкий скачок. Дальше вот цена не знала куда идти, был маленький коридорчик, цена опустилась. Дальше она вот колебалась в этом вот коридоре, опять произошел резкий скачок, опять произошла вот эта вот ситуация. Цена вот здесь колебался и пошла на понижение. И вот здесь вот, не помню, где я начал заходить. Вот здесь вот, да, я начал заходить на понижение, шел по тренду. Так как видите, была ранее похожая ситуация. Все ситуации на рынке повторяются. В основном это какая ситуация? Я вам буду показывать, я планирую записать видео, где я вам полностью буду рассказывать, какие ситуации на рынке повторяются. Смотрите, всегда, запомните, это практически всегда, в 90% когда резко стреляет цена, потом идет затухание, она потом откатывается. Она потом, ну, она конечно же может попедалить дальше, это рынок, здесь никто ничего не может предсказать. Но в 80-90% она отходит на назад. Опять, две резких свечи, видите, цена выстрелила. Здесь опять она в коридоре побилась, побилась, побилась и опять пошла на понижение. Значит, можно заходить на понижение. Смотрим такие ситуации, ловим их и заходим. Когда вы долго торгуете на рынке, когда у вас много уже опыта, вы просто эти все ситуации, ну, я не знаю, вы будете уже их запоминать, потому что вы торгуете, торгуете, торгуете и у вас уже визуально какая-то складывается какое-то визуальное понимание рынка. И то есть многим кажется, там смотрят мои видео и думают, а, нет у тебя никакой стратегии. Я говорю, у меня есть стратегия, я торгую по скальпингу. То, что я там, да, люди, вот, новички думают, что стратегия это куча индикаторов, куча точек для входа, все там нарисовано, нарисовано и я должен вот заходить по этому. Нет, народ, когда я вижу, когда можно зайти, мне не нужны эти индикаторы. Я уже вижу, где можно зайти и где там флэт, где коридор, где линия поддержки сопротивления, а люди думают, а, нет, он тыкает просто наугад, ставит, какая же у тебя стратегия. Потому что вот, вот привыкли все, что если у меня куча индикаторов, я разбираюсь в этом, я там, мол, сильный профессионал, я себе накидал кучу индикаторов, смотрю по всем, анализирую, супер. Индикаторы всего лишь в помощь. Если вы видите тенденции, которые уже повторялись, вы можете по ним торговать. То есть даже те люди, которые вот много торгуют, да что ты переключаешься? Это как бы, ну не знаю, можно назвать интуицией, но это не интуиция. Вы уже много работаете на рынке, вы уже просто эти графики читаете. И вот потому я так и зарабатываю, потому я так и захожу в эти графики. Когда я вижу коридор, промотал график назад. Ага, коридор повторялся, вот опять начался коридор, значит здесь можно заработать. Вот вижу там все, график промотал, промотал график, да, график непонятный. То вверх шел, вниз, ни тренда нету, ни флэтом нету. Я тогда там не торгую, потому что я не знаю, как он себя будет вести. Есть таких много ситуаций, где я вижу, что там на резких повышениях, вот в основном на резких скачках всегда происходят откаты. Может быть затухание, может быть потом цена, конечно же, опять пойдет вверх. Ну, в основном происходят откаты и цена идет в противоположную сторону. Я вот планирую, народ, собрать вот эти вот все ситуации. Ну, там их где-то, таких основных, где-то там может быть 5. Ну, жестко основных 3 или 5 таких ситуаций. Когда вы видите на рынке, значит по ним можно будет торговать. И в 80% эти ситуации будут давать вам прибыльные сделки. Вот так вот. Все, народ, подписываемся. С вами был Репертрейдер. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова